Как ты выигрываешь? Что она ведет игру, тем меньше она ее в действительности контролирует. Так жертва затягивает на своей шее петлю, а я, как ведущий игру, ей помогаю. Так что? Это и есть хваленая формула? Формула необычайно глубока в своей эффективности и области приложения, но в то же время ужасно проста и абсолютно логична. Первое правило игры и разводки. Единственный способ поумнеть играть с более умным противником. Правило номер два. Чем искушеннее игра, тем искушеннее соперник. Если соперник поистине хорош, он загонит жертву в ситуацию, которую сможет управлять. И чем она ближе к реальности, тем проще ее управлять. Брось собаке кости. Найди слабый лист в своих жертвах. Хоть бы немного того, чего ей так хочется. Шар. Таким образом соперник отвлекает свою жертву. Пока она кончится в объятиях собственных жадностей. Шар. Мне на ум приходит образ сын. Все правильно. Играя со змеей, помнишь, быстрее. Чем масштабнее разводка, чем она древнее, тем проще ее провернуть. По двум причинам. Людям кажется, что разводка не может быть такой древней и такой масштабной. Не могло ведь так много людей повестись на нее. И, наконец, когда жертва начинает сомневаться, что соперник ей равен, на самом деле она сомневается в своих собственных интеллектуальных способностях. Но никто в этом не признается. Даже самому себе. Шахмат. 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 Шахмат.